Мы решили рассказать об одном дне и жизни Дома детского творчества. И хотя сегодня выходной день, запланирована масса мероприятий. Открывают программу соревнования по авиасимуляторам. В воздушном бою участникам предоставлена возможность показать свое мастерство. Кружок авиамоделирования работает уже не первый год. На этом занятии дети узнают основу авиастроения. Также они изготавливают собственные модели самолетов, а потом запускают их в небо. Сегодня воспитанники решили продемонстрировать нам свое мастерство в пилотаже. Попробовать мог любой желающий. Ребята готовятся к областному конкурсу КВН. Работа кипит день и ночь. Команды, как и всегда, зарядили зал позитивной энергией. На подготовку игроков пришла посмотреть Людмила Кондрашова. Я, во-первых, была очень удивлена, что такого уровня команды существует на базе нашего детского домотворчества. Вообще КВН – это одна из любимых игр еще с моего детства. И мне было очень приятно, что Влад Александрович организовал и взобновил работу этих команд. Но мне что понравилось, что довольно-таки артистичные ребята, смелые ребята. И я думаю, что это не списанные откуда-то шутки, а в большинстве своем придуманные ими самими. Но мне очень понравилось. Хотелось бы пожелать командам и одной, и другой. Они разные абсолютно команды, но обе интересные. Мне хотелось бы пожелать и творческих успехов, новых каких-то находок и, конечно, побед в играх КВН. Ребята продемонстрировали несколько номеров. Руководитель команд предложил всем желающим поиграть в интересную игру «Коркодил», так как эта игра развивает артистичность. Одним из технических видов спорта является робототехника. Смотрим, что подготовили ребята. Кружок существует два года. Дети с интересом ходят на него. Все свои модели они собирают из лего-конструктора. Те ребята, которые занимаются дольше других, уже собирают роботов. Наши основные задачи – научить детей конструировать, развивать творческие способности, развивать способности в математике, программировании, потому что робототехника включает в себя большой курс программирования. В доме детского творчества у детей есть уникальная возможность изучать астрономию. С помощью телескопа, который установлен на третьем этаже, можно посмотреть наш поселок с высоты птичьего полета. Ребята с большим азартом ходят на занятия. Они не только изучают астрономию на практике, но и в теории, решая различные тесты. На объединении «Юный астроном» дети изучают основные истоки астрономии, то есть строение Солнечной системы, галактик, звезд планет. Также изучаем строение телескопа. В стране рукоделия из обычных бобин от скотча дети делают оригинальные шкатулки. Студия в стране рукоделия развивает у детей творческое мышление. В ней можно сделать из самых простых материалов что-то интересное. Все поделки индивидуальны, потому что у каждого ребенка свое видение того или иного предмета. Продолжение следует... Продолжение следует...